Добрый вечер, уважаемые друзья, наши дорогие гости, дамы и господа. Рады вас всех приветствовать в Центре славянских культур по такому замечательному событию, приезд нашего дорогого и уже любимого скульптора Мелотина Ранковича, который известен не только у себя на родине, в Сербии, но и в России, и в других государствах, далеко за пределами своей страны. Я думаю, что сегодня он расскажет о своей деятельности, и люди, которые пришли сегодня навстречу, тоже расскажут много о совместном творчестве, о совместной деятельности. Я также рада приветствовать руководителя Творческого объединения «Время молодых» Наталью Костецкую, которая явилась главным инициатором и организатором сегодняшнего вечера и двух замечательных выставок, которые вы можете увидеть в Центре славянских культур. Это выставка деревянной духовной скульптуры Мелутина Ранковича и художественная выставка работ молодых художников из России, которые как раз тесто сотрудничали с Мелутиным. И вот результат совместного творчества такой прекрасный. Я думаю, каждый расскажет свои впечатления. Я передаю слово организатору этого мероприятия Наталье Костецкой. Спасибо. Прежде всего я хотела поблагодарить руководство Центра славянских культур, потому что когда поступил запрос на то, где нам делать выставку, как раз на тот момент, это сентябрь месяц, проходила книжная ярмарка на ВВЦ. Здесь она связалась с посольством Сербии. Но на тот момент что-то не было готово. Поэтому то, что сегодня сложилось здесь, это замечательно. Это небеса с нами. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я представляю творческое объединение «Время молодых. 21» членок сил Московского Дома общественных организаций, Комитета общественной связи, правительства Москвы. Поддержать молодого художника, дать возможность заявить о себе, о своем творчестве, основной миссии проектов нашей организации. Проекты историко-тематического направления имеют ярко выраженную социально-культурную составляющую. Сегодня у нас в гостях наш друг, больше чем друг, Милутин Ранкович, сербский скульптор, также из города Лайковец. Он еще является директором туристического агентства этого города. Вот уже на протяжении 7 лет, более 7 лет продолжается сотрудничество с Милутином нашего объединения. Молодые художники выезжают в Сербию в разные времена года. Мы уже даже зиму стали захватывать. Зима, весна, лето, осень. Сербия всегда прекрасна. Пишут красоты этой удивительной страны, изучают ее историю, быт, нравы, обычаи народов. И все это изображают на своих полотнах, графических, живописных полотнах. Здесь вы можете видеть ряд работ. Но вы сами понимаете, что значит написать и привезти в Россию. То есть не все работы, которые написаны здесь, показаны. Многие остались в Сербии. Милутин демонстрирует. То есть какой цель мы выезжаем в Сербию? Демонстрация творчества молодого художника в Сербии. Милутин, естественно, в Белграде и за рубежами демонстрирует творчество российских молодых художников. За это ему большой поклон. И здесь, конечно, наше сотрудничество, я думаю, намного продлится по времени. Поэтому у нас здесь, значит, выставка молодых художников. Второе. У нас открытие выставки работ Милутина, поскольку он скульптор. О Милутине можно долго говорить. Это человек планета. Человек-оркестр. И вы знаете, я вот буквально недавно задумалась о том, что скульптор, работающий с деревом, это удивительный человек. Он должен быть максимально порядочен, честен, верен. Он ценит дружбу. И, наверное, такое, как предательство, для него просто несвойственно. У меня папа, вот я вспоминаю, когда думали, из чего делать дома, сказал, только из дерева. Теплое, уютное, родное, что-то, да? И сегодня у нас третьим, не знаю, или это главное, это презентация книги Милутина Ранковича, которая вышла в Белграде в январе 18-го года. Здесь выдержки из слов журналистов, которые пребывали в Белграде, в Сербии. Скульптуры Милутина представлены. Ну и немного о его творчестве. Брошюра небольшая, но очень-очень емкая. Вот, поэтому подходите. Все у нас на безвозмездной основе. И, я думаю, таким подарком будет для каждого гостя. У нас сегодня так получилось, что домашняя обстановка. То есть, ну вот, присутствуют многие на работе. Но в течение, вот вчера у нас прошел мастер-класс в Красногорском районе, село Дмитровское, в день Дмитрия Солонского. Милутин показал мастер-класс. Замечательно все прошло, была съемка. И многие, кто вот из художников знает, смогли вчера, сегодня, в течение дня пообщаться. Поэтому сейчас, в данный момент, не все присутствуют. Но, конечно, высказаться, я думаю, хотели бы многие. Потому что я сейчас говорю, Милутин удивительный человек. Что еще хотелось бы добавить? Сегодня у нас еще стоялся такой факт. Мне кто-то сказал, а разве можно сербскому скульптору вступать в Российские Союзы? Вот сегодня это осуществилось. Вот, Милутина приняли в Творческий Союз Художников России. Это Худяков Константин Васильевич возглавляет при Академии Художеств. Это очень почетное звание. Вот, быть членом этого союза. Наряду с МОСХом, с Союзом Художников России. Вот, так что здесь можно нам... Мы все поздравляем Милутина. Вот. Да. Мы пожелаем ему, боясь, радовать нас, конечно, опять же говорю, с одной стороны, это светский человек, который по всему миру заезжает, а с другой стороны, человек, который бродит по лесам, там кто-то написал, да, по берегам рек и озер в поисках именно нужного дерева. Вы поймите, вот, опять же, у меня ассоциативное мышление. Были в Калужской области, там какой-то отель, и дерево, из которого изготовлено, оно рассохлось. Вы понимаете, что такое нужное дерево, то есть мореный дуб, вот, этим должен владеть человек, который работает с этим деревом. Действительно, поиски длительные, чтобы найти нужный материал. Вот. Передаю слово, наверное, Милутину, нашему виновнику, гостю, ну, а дальше молодые художники скажут слова приветствия, благодарности. И мы присядем. Да. Наталья сказала, должна присядть, но... Еще не могу присядть, потому, что я в этой библиотеке Славянского культурного центра, это для меня пьедестал культуры. Знаете, что это пьедестал культуры, и надо стоять еще несколько минут, что значит мое благодарство, что вы мне открыли ваши двери этого дома, этого дома, непростого дома, непростого народа, непростых народов. Я говорю точно, не говорю все точно грамматически, но сейчас сказал одного народа, потому, что мы знаем, что славянский народ один народ, одни корни просто у нас. Я, когда разговаривал с директором этого дома, я сказал, что в 12 веке сербский принц и святитель, святый Сава сербский, и русский принц, у них было 17 лет, они разговаривали без переводчика, потому что мы говорили одним, одинаким языком. Тогда этот язык был похож на церковно-словенском языке, позже были и реформы, но и это нормально. У меня, я сказал вам, я не знаю в всех словах, как бы вам рассказал своя чувство, но могу сказать, что каждый раз, когда я был в Москве, никогда себя не чувствовал странцем. Просто это родина наших предков. Для нас в Сербии говорят, что мы маленькие руси, я не знаю, если это так, но я чувствую, что здесь мои братья и мои сестры. О творчестве, я о своем творчестве не смогу говорить. Наталья так говорила, я просто не знаю, здесь писало 20 или 30 искусствоведов, журналистов, поетов, но никто не написал так много, как Наталья сейчас сказала, о моей работе, я очень благодарен, но я предлагаю маладин художникам, они были и Белграде со мной, и в Лайковце. Лайковец не большой город и недалеко от Белграда, я работал и Белграде и в Лайковце. И это не туристическая, где я работаю, где я директор, не туристическая агенция, но организация, как и библиотека, как и культурный центр. Я тоже работал и как директор культурного центра Академия 28 Белграда, культурного центра в Лайковце. Могу сказать, целую жизнь работал в культуре. Так, не важно, где работаешь, важно, что делаешь. И мы это вместе делали, сказал я, что мы были в Париже вместе, и так, где я тоже член отбора для культуры Союза Сербо-Франции. А я скажу вам, что для меня здесь очень значительно. Было много веставков, около 300 веставков, может быть и больше, но почему значительно здесь, я не первый раз в Москве, была тоже веставка театру драматического искусства, школи драматического искусства, была тоже в Московском доме национальности, да, тоже Лисия знает, где было в Великих Луках, да, в Великих Луках. И так была, была здесь веставка, но значительно, потому что я и член Союза с писателем в Сербии, а моя дочка, она, у нас говорят, профессор, переводатель, филолог, передатель сербской книжевности, и тоже передатель и русской, русского языка. И для его будет значительно, когда будет смотрела, что ее отец здесь, но когда будет, если будет слышала, что я говорю ошибки, она будет исправить это. Да, но сейчас попрошу Настю, чтобы сказать о нашем сотрудничестве. Да, еще раз, прости, еще хочу сказать, здесь не важно, только не важно, не самая важная книжка, но важно, что на выставке мои друзья, молодые художники, да, они молодые, но они большие художники. Когда вы смотрите эти картины, вы не знаете, если это молодые художники, или это, этим картинам может гордиться каждая галерея Мирья. Анастасия Моргачева, молодой художник, выпускница Московского государственного академического института имени Сурикова. Человек пишет совершенно в разных техниках, и масло, и графика, с графита вот мы тут, да, столкнулись с такой техникой. Очень перспективный молодой художник. Я думаю, ей есть что сказать, и о себе, и о мелочи. Да, спасибо большое. От Натальи Костецкой мы поехали в Сербию. Сейчас. Сейчас можно, сейчас. Мне тоже. Да-да. Поехали в Сербию первый раз с Аней Нелюбиной. Она закончила Академию Игулзунова на пленэр в 2016 году. Это была потрясающая поездка, потрясающая по путешествиям. Нас встречали очень добродушно, душевно, с открытым сердцем. Сербы действительно нас любят, как братья братьев, дружеский народ. Показывали достопримечательности, показывали памятники, стелы, храмы, монастыри. Мы успевали еще рисовать, писать, этюды, зарисовки. Какие-то работы оставили в Сербии. Потом еще ездили в 2017 году. Это была осень, золотая, красивая, разноцветная. В этом году мы с Милутином уже третий раз видимся. Он пригласил нас через Византийский союз художников открыть выставку в сербском подворье в Париже, в храме святого Саввы на православную тематику. Ездили еще раз в Сербию в этом году. И вот сейчас он приехал в Москву. Мы этому очень рады, очень благодарны. На самом деле творчество Милутина необыкновенное, потому что он, казалось бы, из такого материала, из дерева, из дуба, из липы, создает совершенно уникальные вещи, духовные, душевные, тематические, композиции, цветы. И в этом чувствуется авторский стиль, авторский подход, свой уникальный почерк. То, что в этом году вышла книга, это на самом деле очень прекрасно, потому что теперь более большое количество людей сможет увидеть творчество Милутина, его скульптуры, посмотреть, как он работает. Вот он, как Наталья уже говорила, мастер-класс показывал сегодня, вчера в село Дмитровский храме Дмитрия Солунского. И на самом деле уникально, что он приехал. Я очень рада, что мы познакомились, рада творчеству. И желаю успехов в создании скульптуры. Спасибо. У нас сегодня отсутствуют журналисты, которые, собственно, вот статьи там разместили. Но я думаю, должны подойти, вот Сергей подойдет, он это слово, я думаю, Серпев знает, посещал. Может быть, все-таки вот кто-то готовы сказать от себя? Ну, все из души, домашняя обстановка. Должен представить, Наталья, и остальные художники. Можешь сказать имя и остальные художники представить? Ну, Ксения Тимофеева, выпускница университета имени Шолохова. Тоже у них, кстати, она уже преподает. То есть ей, она знает, что такое быть самой мастером и отдавать свое мастерство. Может быть, с этой точки зрения что-нибудь расскажите. А где преподает? Это же с пешеходом. Ну, все. Присядьте, присядьте. Мы с Милутином познакомились три года назад, тоже по приглашению Натальи и Лути Ранковича. Ездили в Сербию вместе с Ириной Зиминой. К сожалению, она сегодня отсутствует. Поездка нам заполнилась очень. Она была очень добродушная атмосфера. Ощущение, что мы находимся в другой стране у нас не возникало. Настолько все было гостеприимно, по-домашнему. Спасибо Милутину, что он нас так оберегал. Везде возил, все показывал. Там замечательные люди, замечательная природа. И я надеюсь, что мы еще обязательно встретимся на той земле на Сербской и создадим еще много прекрасных картин. Милутин, спасибо большое тоже за его подарок. У меня дома висит ваша скульптура. И каждый раз, приходя, я к его мысли, но с вами здороваюсь. Так что желаю вам новых скульптур, новых выставок и всего самого наилучшего. Вот подошел Сергей Иванов. Да, человек тоже хорошо знающий Милутина. Я думаю, он со своей точки зрения попробует нам рассказать о Милутине, о сотрудничестве. Я даже не знаю, как много можно рассказать, потому что на самом деле о Милутине и его творчестве можно говорить с одной стороны много, а с другой стороны, мне кажется, что, наверное, уже пока меня не было, к сожалению, опоздал, сказано, наверное, уже все, что только возможно сказать. Ну, я, пожалуй, наверное, остановлюсь на том... Сейчас, секундочку. Это хорошо, что вы не слышали, как раз. Да. Вот. Я остановлюсь на том, что Милутину уже знаю на протяжении нескольких лет. И знаю исключительно только с положительной стороны, потому что другой, наверное, и нет. Потому что это невероятного таланта человек. Сначала, когда-то, когда мне его рекомендовали, мне сказали, что он скульптор. Потом, когда я приехал в его город Лайковоц, по его приглашению, выяснилось, что он не только скульптор. Но потом, точно так же, как хороший чайный напиток, вот когда он раскрывается, то же самое и Талант и Милутину стали раскрываться дальше. Выяснилось, что это еще и музыкант. Да еще и сочиняет очень хорошо. И вообще человек, который способен поддержать любую компанию. И тут я понял, что это находка. Потому что таких людей, в принципе, везде не так много. А так близко дружить с таким человеком, так это еще и подарок. Ну вот, и вот уже спустя несколько лет, вот я уже был у тебя Милутин сколько раз? Я у тебя был три или четыре раза? Может быть, четыре. Может быть, четыре. И, наверное, это будет точно уж совсем не крайний раз, потому что каждые майские праздники не всегда у меня удается приехать в Сербию. В Сербию я был семь раз. И каждые майские праздники вспоминаю. Если я не там, не в Сербии, то сижу и думаю, вот у Милутина сейчас, наверное, майские сосреди. На реке Колубара собрались творческие люди. Что-то там такое интересное происходит, и без меня очень жаль. Есть такое. Да, да, вот. Ну, вы все знаете, что у нас майские праздники в России еще связаны с разными другими действиями. И если, конечно, не садово-огородный период, то, конечно, Милутин Ранкович. И, пользуясь случаем, я хочу вот что сказать вчера. Не знаю, озвучивалось это или нет. Вчера Милутин тоже был у нас в России. И был вчера праздник святого великомученика Дмитрия Солунского. И, соответственно, в Сербии тоже этот праздник отмечается. И вот мы вчера с ним вместе были на Дмитровском подворье. Милутин давал мастер-класс по работе с деревом. Было все очень здорово. И, в общем-то, я потом проводил, когда друзей уже домой поехали. Был вечер, чуть-чуть светлее, чем сейчас. Мне было интересно спросить наших гостей. Говорю, ну, как вам все это? И, знаете, я услышал, не скажу теплые отзывы. Вот, знаете, люди с такими глазами горящими. Говорят, вот это да! И вот этим словом, вот это да, я начал практически свое выступление. И вот, наверное, сейчас вот и закончу. Вот это да! Вот это человечище. Это милутин. Какие-нибудь вопросы? Милутин, как алмаз, многогранный. Вот с каждой стороны можно поворачивать, и каждая новая грань появляется. Конечно. Наоборот, вот, должно скорее схватиться за микрофон и сказать свою точку зрения. Ты первая. Нет, Алиса Белкова, она просто одна из первых познакомилась с милутином. Вот. Я думаю, есть что сказать. Театральный художник? Я просто не знаю. Ну, это все очень симбиоз. Театр, музыка, живописи. Ну, моя речь будет не академической. Моя Сербия была другой. Милутин мне показал Сербию и Черногорию, да, и Косово. Ну, без него, но с его поддержкой информационной. Моя Сербия с Милутином была необычной. Она была связана и с кино, и с монастырями, потому что я училась в Авгике, и одновременно в юношеском порыве я собиралась остаться в монастыре. Монастырь меня радостно хотел принять. Но это было несовместимо с кино, трубкой, которую я курила, и романом, который я заводила Сербию. Сейчас у этой девушки двое детей, замечательный и замечательный муж. Да, 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 не волнуйтесь, все хорошо закончилось. Милутин, как бы сказать, мои поездки были не такие, наверное, формальные, как ваш. Не такие... Я не художник. Да, не такие... Я не участвовала в выставках. Я была как Сальери при Моцарте. Просто потому что я душевно прикипела к этой стране. Отдыхать, отдыхать от наших суровых будней, нашей суровой погоды российской. Вот. И хорошо, что Милутин всегда имеет время для нас, потому что мы в наших больших городах должны связываться, прибегать, опаздывать. А у Милутин всегда есть время для нас всегда. Он всегда встречает, возит, любит, кормит. Вот. В общем... Спасибо тебе, дорогой. Спасибо тебе, что ты сказал. Да, да. Я... А ты сделала первую виск вставку для меня. Да. Сейчас немножко можно... Режиссер и куратор. В нашем театре, в центре Москвы, в центре Москвы, театр Школ драматического искусства Милутин сделал свою первую выставку. Она была грандиозной просто потому что... И мастер-класс. Мастер-класс, да. И там много чего было. И был друг его, Жарко Станкович. Это была грандиозная выставка просто потому что там потрясающая архитектура нашего музея, ой, нашего театра. Там есть апсиды, куда стали, кресты. То есть там есть такой манеж помещения, как холл гигантский, где всё это разместилось. Огромный второй этаж, пространства открытые. То есть он просто создан для выставок. Вот. И она была очень легко сделана. Тогда всё это как-то проще выглядело. Это был какой, две тысячи... Десятого года. Нет. Раньше. Раньше. Да, да. В общем, размах был у нас барский, международный. Вот. Просто нам повезло. И она совершенно хорошо была. Да. И тогда всё это можно было сделать бесплатно. У нас есть часовня на крыше. Там служит бывший актёр нашего театра, отец Даниил. Он сейчас игумен в монастырях Черногории. Он очень сильно связан с Балканами. Такой одёжный человек. Немножко зашёлся с московским патриархатом и поехал туда. И там его очень любят. Он такой вот человек. Все. Головы не любят своим прихожанам. Он всё понимает. Особенно актёров, художников, которых очень сложная судьба обычно. И непростые отношения со своим творчеством, с Богом, с людьми. Вот. В общем, и с этого началось наше международное общение. Не только мы к нему стали на хлебникам ездить. Там раки пить. Но и он к нам стал приезжать. И Наталья Костецкая, наш пионервожатый. Наша хорошая. Строгая. Да какая строгая, наоборот. Да-да-да, мы трепещем, вытягиваемся в струнку. Я только вектор даю. Сама очень. Свободолюбивый человек не люблю. Когда меня не отдачут. Не, ну, ваша энергия, она уобразительна. У нас, как сказать, всё. Есть возможность. И всё. Нет, у них всех есть только силу. Понимаете? Многие сходят и дистанции. Столько лет уже. Вы уже все учитесь. Кто-то закончил. Кто-то начинает работать. Дети. Поэтому не все к Милутину пошли. Мои уже просто. Я вот уже хочу с сыном приехать. Я была одна. У меня сын молодой художник закончил Суриковскую академию. Вот помогает в оформлении афиш, вот если где у нас представлено. Вот. Так что тоже достойный живописец график. Я думаю, вот он нас примет. Вот. Пока думаем. Весна или осень девятнадцатого года. Ой. Там, господа, я очень рада, вот действительно, что всё состоялось. Когда готовишься к чему-то, веришь в то, что получится. Но как это будет происходить, это, знаете, Бергман сказал, всегда знал, как это всё получится. Я бы никогда за это не взялся. То есть, да. То есть надо где-то чуть-чуть с такой шальной мыслью. Это просто окунаться, как Суворов говорил, в драку. А дальше всё. План будет сам по себе свёрстываться. А что дальше? Дальше? Сегодня у нас что? Куда месяце дальше? А куда дальше? В Сербию. Нет. Ну, вообще, Сербию надо познавать с разных сторон. Городов много в Сербии непознанных. На самом деле, нас познакомил с Милутиным. Я всех приглашаю сегодня в доме русского зарубежья. Не сегодня, а у них неделя с 7-го началась по 14-е. Фестиваль русского зарубежья. Это буквально здесь, на Таганке. Я приглашаю сейчас всех. Сегодня будет фильм «Довлатов» в 8 часов. Познакомил нас Филипп Кудряшов. Филип Кудряшов – это помощник Зайцева, Сергея Зайцева, знаменитого режиссера, он уже и в попечительских советах. Он как раз организует этот фестиваль русской зарубежья. И он сказал, у тебя такие замечательные художники. Есть выход на Сербию. У них вот эти колонии, так называемые колонии проводятся. Пришли мне портфолио. Я, конечно, там всех, кого могла. Это был какой у нас, 12-й год, да? 11-12-й. Самых лучших. И Суриковский, и Глазуновская академия посмотрела. И всех Милутину послала. То есть там фотографии и краткое такое содержание, портфолио биография. Вот. И буквально через месяц где-то поступило уже предложение. И первые художники полетели, поехали. Конечно, это было волнительно. Нас буквально... Я вот по телефону контролировала. Приземлились, приземлились. То есть вот смски. Сейчас, конечно, проще уже. Знакомство произошло. Живьем. Живьем. Дать воочию. Вот. И это была ранняя весна. Это конец марта. У нас даже снег еще лежал. Вот. Но в Сербии уже все расцветало. Очень хорошо выставки освещаются в СМИ. Это низкий поклон здесь Милутину. Здесь он прилагает все усилия. Это и газеты подключены, и телевидение подключается. Администрации городов принимают интервью, берут у художников. Не местечковые мероприятия получаются. Вот. Спасибо. Я даже не знаю, что говорить. Вот. Все здесь. Все в скульптурах, все в картинах. И вот в этом человеке. Я хочу сказать про галереи. Для театра? Да. Для театра, да. Ну, не спорю. Может быть, между самым красивым галереям Мири. Да, построил Васильев, Анатолий Васильев, режиссер. Игорь Попов, художник, который, он уже умер. Васильев, слава богу, жив и даже отчасти вернулся в Россию. Я вас всех приглашаю к нам. Сейчас можно... Перейдем такой, да, деловой обстановке, награждение, да? Награждение, да? Награждение. Ну, так прям вот зачитывая. Зачитывая, да, да. Не знаю. Зачитывая, как мы. Так, центр, руководство. Да, да, руководство. Да, благодарность. Да, вместо даристок, савянского взрослого из Англии. Это, наверное, приглашает минутин того, кто нас, собственно, принял. Представитель. Представитель театра «Савянский культур», да. Да, да. Вот по савянскому три раза. Снимите, пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Молодим художником. Ирины нету. Да, есть представитель. Но будем имя сказать. Да. Зимина Ирина. Вот Ирина сегодня отсутствует. Это тоже выпускница. Здесь картины. Картины есть. Да, очень милые. Вы понимаете, что все художники пишут в разных техниках. Вот Ирине свойственно именно такое импрессионистическое направление. То есть, если представить себя живопись Коровина, вот что-то в этом, да. Но они сегодня встречались. Ирина с Ириной встречались. Да. Так что все вчера, за сегодня все его постарались увидеть. Ксения Тимофеева. Это выпускница института имени Шолохова. Так, Ксения Работа. Вот смотрите, вот, да-да-да-да-да. Замечательные просто замечательные работы. Так вот изображены, да, эти черепичные. Это Милосербско-академическое сотрудничество Византия. Да. А это, кто это выдает? Интернациональная уметничка, как сказать, группа. Международная. Международная. Международная, да. Международная организация. Милутинные друзья. Милутинные друзья, да. Милутинные друзья, да. Смольином Мария. Ну, Марии тоже нет. Многие преподают. Работа, хотя, должна быть супруга. Может быть, попозже подойдет, да. Мария выпускница института имени Сурикова. Графика. Графика. Любимая ученица ректора. Вот сейчас он, да, Анатолий Александрович Любавина. Не потому что, но... Мастер. Мастер-профессионал. Вот. Передадим. Передадим. Да. Карп Татьяна. Татьяна Карп — это полиграфический. Теперь они называются... Они оптимизации, которая у нас произошла. Их соединили с Институтом машиностроения. Стал Институт. Что-то там. Гай какой-то. Игрик, не помню. Имени Фаворского. Но по-прежнему для меня это имени Федорова. Полиграфический институт имени Федорова. Карп Татьяна. Эс, Жизнь. То есть, Чёвистовец? Не Любина. Ана. А почему Катьяна? Ана, Анна. Ай, Ана. Вы ошиблись, правильно? Ана. Академия живописи военней изучества Ильи Глазунова. Так. Анины работы вот там. Оформленные в рамы. Да. Вот. Да-да-да. Это живопись присуща. Вы знаете, вот действительно уже отличаешь Суриковский от Глазуновки. Глазуновская академия пишет более фотографично. А, как говорил Вентулов, надо писать похожее. Вот, наверное, это больше свойственно Суриковскому институту. Вот, кстати, Мария Смолениновна, вот ее работы, Маша Смоленинова, это ее графика. Дурандин Дмитрий. Дмитрий тоже выпускник академии живописи военной дочери Глазунова. Две небольшие работы, вот маленькие, но очень емкие. Как я говорю, маленькая, это не значит, она маленькая. В ней есть и зерно положительное. Все талантливые, уже преподают. И вот сейчас они в магистратуру пошли. То есть, вот я за всех горой. Вот все 10 человек, двое не смогли своей работы представить, потому что все оставили Милу Цюн. Поэтому здесь 8 человек. 8 молодых художников. Чашечки Даниил, да, не смог присутствовать. Тоже очень талантливый. Сейчас в магистратуре Академии живописи военной дочери Ильи Глазунова. Давно сотрудничаем. Когда был фестиваль, проект по Чайковскому, его работа была подарена музею Чайковского. Сначала хотели в консерваторию, но все-таки музей Чайковского. Приятное сотрудничество. Очень талантливый молодой человек. То есть я о каждом могу много говорить. Моргачева Анастасия, наша дорогая Настя. Настя, с особой теплотой. С особой, просто я хотела бы Насте выучить, потому что действительно сотрудничаем давно. В этом году, к юбилею Высоцкого Владимира Семеновича, накануне юбилея 25 июля, мы преподнесли работу в дар музея Высоцкого. В этом году мне удалось побывать в Екатеринбурге. Там потрясающий центр, Высоцкий, огромный такой, 54 этажа зданий. И я хочу сказать, что достойный музей. Я не была здесь в Москве, но там даже автомобиль Высоцкого они привезли. То есть как Никита делил, неизвестно. Ну вот картина мы решили, хотя была задумка Марине Влазе передать, но она сняла, нет, в России должна остаться картина. Поэтому подарили на музей Высоцкого. Спасибо. А кто это? Барабанная дробь? Почему барабанная дробь? Я скажу. Костецкая Наталья. Аплодисменты. Спасибо, дорогие. Вы знаете, я человек, чувствующий, вот наши, вот и нелюбина, идите сюда. И Дурандин пришел, дорогие мои. Очень хорошо. Спасибо. Я благодарна небесам, я благодарна земле, что действительно вот мы познакомились с Миловатином. А свожу место. Сейчас мы, да, сейчас, 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 и слово, и слово сейчас предоставим. Вот. Дай Бог, что будет, да, и дальнейшем складываться все. Не знаю, как запрограммировано, нет, не могу ничего сказать. Но я думаю, что все сложится, и все получится, но по-другому будет. Никогда, я не люблю повтор, я даже не люблю, может быть, и ездить в одно и то же место отдыхать. Всегда должно быть все по-разному. Вы же творческие люди, правильно? Спасибо, вообще всем спасибо, у нас такой, не знаю, не люблю слово симбиоз, но вот это и на сотрудничество. То есть мне без вас, вы понимаете. Спасибо всем, низкий поклон. Так, Анна Нелюбина. Анна Нелюбина, там, Дурандин может прийти. Там Татьяна, там, Татьяна написала. Не, не, не там, там пишет Анна, а здесь, так. Так, тогда Дурандин. Дурандин, Дурандин. Димочка, идите сюда. Анна, подошла? Хочешь ты, хочешь? А, меня видел бездолго. Академия, выпускник Академии, живописи военной зодчестве Ли Газунова. Да, работа, как я говорила, представлена. Похлопаем. Все достойные. Так, Дмитрий Дурандин, тоже выпускник Академии. Я даже не знаю, сейчас, чем Дима занимаетесь. Преподаете? Нет. Так, останетесь, расскажите вообще, чем занимаетесь сейчас. Работаю. Ну, так. По росписям, по иконописям. Вот, тем более, так, 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 про иконопис. Обязательно. Просим. Он просто художник, не пьет, не любит микрофон. Работаю молча называется. Тогда Анна нам все-таки расскажет. Я знаю, что она делает. Анна скажет. Свою Сербию. Он делает. Ну, как вот Сербию, как поездку представляет на себе, как вот впечатление. Буквально два-три слова. Я знаю, что Димитрий работает. Работает самая лучшая пейзаж. Мы ездили с Анастасией Маргачевой два года назад. Тогда мы впервые познакомились с Молодиной и были очень удивлены своей поездкой. А в каких городах удалось побывать? Ну и, естественно, мы приехали в Белград. Потом поехали в Лайковад. Чуть попозже мы поехали в Шаббат. И это был какой-то праздник, по-моему, вы осенью ездили. Да. Там были несколько праздников. Я уже не помню много этого Белграда. У нас очень часто возили в Белград. Там были открытия выставок. Да, да. Ага, да. Скажи какие. Да, театр, галерея, галерею называли Византия и тоже галерея Театра 78, так зовут Белграде. Тоже там я был прежде директор. Да. Там выставили. Но она не хочет сказать, что она сделала так лучшие портреты. Все там, когда видели, когда видели эти портреты, как она делает портреты, просто удивились. Да. А чьи портреты? Многих недель в Белграде. Мы хотели одному человеку сделать, но когда видел человек, как она его рисовала, он сказал, может ли моей жене, другие сказал, может ли еще, может ли еще, может ли еще, и так было. Все началось с портрета Милутина. Да, да, с моим портретом. Я даже помню, когда переписка была по поводу портрета в интернете. Да. Что? Надо повторить и сделать лучше. Надо, надо, я сейчас старший, надо повторить. Вот. Может быть, вы мне какие-нибудь наводящие вопросы возводите по поводу Сербии? Нет, все хорошо. Это не тот портрет, который на футбол. На футболке. На футболке. Нет, нет, нет. Это из Парижа. Да. Может быть, что-то запомнилось вот в такой краткосрочной поездке, вот что, я не знаю. То, что Сербии похожи, в то же время есть разница. В заступим в рамах. Конечно, запомнились. Крепость их в Белграде, водяная мельница. Водяная мельница это просто разрушение. Водяная мельница. И хотелось бы тоже, конечно, ее еще изнутри писать. В интерьерном. В свой вечер. Да. Конечно, уникальное место. Сербия манит, конечно. Сербия манит. Да, оно так немножко расслабляет душу. Другой ритм, другой. Отдыхаешь душой. И, естественно, пейзаж. 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 Пейзаж на них. Два слова. Получилось так, что я как раз ровно 20... Это в 14-м году было. 25 лет я еще вспомнила. То есть первый раз я побывала в той Югославии, которая Югославия еще была. Это 88-89 годы. Это еще я комсомолкой была. Там начинающей. Вот совсем молодой, маложавый. Тогда еще помните автомобили, которые у нас в Жигуле, а у них Ауди, БМВ. То есть это Европа. Югославия была Европа на тот момент. И, конечно, сейчас, когда спустя 25 лет, Сербия другая, без выхода в море. Это только Сербия. Когда нас привозили в Белград и дальше мы ехали к морю, в Хорватию, это же другие впечатления. Здесь, когда находишься просто в Сербии, видишь эту боль. Во-первых, Белград бомбили сколько раз. Я все время говорю. Европа, вообще, задумайтесь. Единственная страна, которая просто подвергалась этому. И они оставили дом в разрушенном виде. Так он и стоит. Как памятник бомбежкам. В Белград. Четыре раза. Это единственный город Европы, который бомбили. Просто низкий поклон сербам, что они так все держатся. И вот все у них эти перипетии. Но все равно хочется ехать. Очень любим эту страну. Надеемся на дальнейшее продвижение, творчество, взаимопонимание. И, конечно, ждем гостей к нам. Кстати, еще вот что запомнилось. Это отношение сербов к русским. Когда мы отъехали писать портрет, мы совершили какую-то ошибку на дороге. Нас остановили местная полиция. И когда водитель сказал, что я тут русских художников везу, нас отпустили. Да, ты это запомнила. Надо подарить книги просто. Так, и я хотела вручить от нашей организации, Милутина, благодарность. О, спасибо. За участие в мероприятии 9 ноября в Центре славянских культур, библиотеке иностранной литературы и популяризацию сербской истории и культурных традиций в России. Спасибо, здесь пишет «Время молодых». Она мне это получила. А так, наша организация. Дамы и господа, информальная обстановка. Мы здесь можем находиться до 8, до полвосьмого. Но, опять же говорю, если есть интерес, в доме русского зарубежья 8 часов фильм «Довлатов». Подружились с документами. Да, общаться, разговаривать. Что еще там у нас? Идарить книги. Спасибо всем большое. Еще раз, спасибо большое Центру. Центру славянских культур и библиотеки иностранной литературы. Спасибо. Спасибо большое.